Следующее упражнение, которое мы сделаем, это имитация грибка кролика на груди. Здесь, раньше во всех методиках, сначала учились плавать прямыми руками. Здесь мы действуем по другой технологии. Мы применяем технологию опережающего обучения. Зачем переучивать ребенка с прямых рук, если потом плавание идет, правильное движение, со всем. Также слева. Упражнение тоже делается медленно. Палочку возьмите за края. На раз, на раз. Палочка. Два. Три. Вот могли заметить, что взрослые, конечно, понимают, потому что координация уже получше, но выполняют сразу. Хотя он это упражнение никогда в жизни, мне кажется, он его не делал. Постоянно заниматься, то они через год приходят после старшей группы к нам на плавание, и у них уже основа базовой техники есть. Двух-трех месяцев они это упражнение уже выполняют. И когда они первопробуем без палочки. Раз. Раз, поменяли ручку. Два. Локоть выше. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Упражнение начали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Одновременно смена рук не право-лево, одновременно смена на третий-четвертый год, когда сгибается рука в локте. Тут уже. Только со средним возрастом. Это упражнение тоже можно усложнить для координации. Можно делать небольшой паузу. Если вы сделаете паузу, так сказать, спина прямая для формирования осанки для здорового поколения. У нас сейчас актуальна все это. Правильная осанка, здоровое питание. То ли мы сидим на диване, щелкнем телевизор, то ли человек встал, сделал зарядку и сходил вечером на тренировку. Приливают силу в организм, добавляются. Беохимия усиливается. Человек чувствует себя здоровым и счастливым. Если нужно сделать вот до минуты, можно сделать его до минуты. Главное не перенапречь, чтобы у них в этом возрасте оставалось желание. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Я у них провожу сухой плавный, дальше воспитатели проводят уже плавный. Почему все равно, когда смотрели презентацию, результаты, что у меня увеличились? Только потому, что у меня все дети, они готовы. Они научились уже в первый год заполнять. Классическое на младшем возрасте, это полностью не менее. А мы не используем, но мы его ввели. И как оказалось, это... Я все услышала, спасибо. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Николаевна. Мой мастер-класс посвящен теме устойчивости на время везда. Актуальность моей темы в том, что наш вид спорта омолаживается, то есть детки подходят, приходят уже на гимнастику, к нам приходят трех лет. Требования к результату все время растет. То есть уже с пятилетнего возраста очень по программе, по нашей, очень высокие требования к исполнению упражнений. В данном случае устойчивость на равновесиях. Это большинство больная тема у нас в художественной гимнастике. И посредством такой науки, как биомеханика, которая изучает естественные движения тела, можно разработать некоторые упражнения. Это физическая подготовленность к гимнастике и специальная подготовленность к гимнастике. Физическая подготовка включает в себя развитие мышц стопы, голени, вестибулярных аппарат. Техническая это должна научить я гимнастку чувствовать позу, то есть чувствовать, как она стоит на равновесии. Ноги вместе, встаем на полупальца, ручки в стороны, кружимся вокруг себя и пытаемся стоять на полупальчиках. Пошли, ага, и стоим. Гриф унесло. Почему ее унесло в сторону? Во время поворота ребенок должен уметь найти себе точку и держать эту точку глазами. И раз, и в точку встали. Все, ребенок никуда не упадет. Это первое упражнение. Наклониться в сторону и дотронуться до пола. С правой стороны и с левой стороны. Пошли. И раз, дотронулись, не упали. И два, дотронулись, не упали. Хорошо. Следующее упражнение уже идет на развитие силы стопы. Исходное положение. Ноги вместе. Руки в стороны. Пытаемся оторвать пальчики стопы от пола. При этом не заваливаемся на пятки. Не заваливаемся на пятки и держим пальчики. Здесь, в этом упражнении, дети должны прочувствовать подушечки, которые под пальчиками. То есть они должны ими держаться. Мы здесь укрепляем мышцы пальцев, чтобы в дальнейшем стоять равновесие уже не на полной стопе, а на полу пальцев. Это очень сложно. Стоим. И раз. Опустили пальчики. Два. Видите, заваливается. Не заваливаемся на пятки. Да. На пятки не заваливаемся. Раз. И два. Да. Еще такое же упражнение можно прочувствовать с большим мячом. Девочки, видите большой мяч? Да. Держим, держим. А теперь мы пытаемся чуть-чуть опустить пальчики, но мяч при этом не должен упасть. И чуть-чуть раз опустили пальчики и зажали. Вот, молодцы. Дальше, дальше. Мячик, движение. Видите? Видите? Зажали пальчики вот так. Вот, да, расправляем пальчики. Нельзя двигать. Вот теперь мы прорабатываем, зажимая пальчики. То же самое. Смотрите, на пятки мы не уходим. Мы держимся подушечками вот этими. Да, на теннисном мячике. Пальчики прорабатываем. Раз. Зажимаем пальчики. Два. Сильнее. Три. Зажать прям мячик. Четыре. Еще. Раз. И два. И три. И четыре. Во время своих тренировок, детьми уже более постарше, которые, мы делали просто ролевы. Здесь сейчас мы будем не просто на ролевое вставать. Здесь будет резина создавать разбивающий фактор. В таких упражнениях у нас в равновесиях нужно прочувствовать, как говорится, третий пальчик. Вот. Пяточку выше поднимаем. Не заваливаемся. Не заваливаемся, девочки, на бизинец. И другой ногой. Кристалли другой ногой. И три. Стоим. Заваливаемся, чувствуем третий пальчик. И стоим. Во время тренировок мы вот такое делаем. Девочки действительно стоят. Видите? Видите, зацепилась как пугай за жерточку? Такое делать нельзя. То есть она вот это вот положение переносит на ковер. Мы с вами по физике знаем, что чем больше опора, тем устойчивее стоять ребенок будет. То есть, девочки, вот эти свои лапочки убираем. Да, вот ноги чуть шире. Мяч в руках. Руки наверху. Вам нужно наклониться прямой спиной вперед и положить мяч между стоп. Давайте, попробовали. И раз. Спина при этом прямая должна быть. Центр тяжести должны чувствовать дети. И стать прямыми ручками. Хорошо. Молодец. Не заваливаем пальчики. И еще раз. А теперь забрали мячик. И пальчики держим. Два. И прямая спинка держится. Раз. Положили мячик. И встала ручками. Два. Держись, 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 держись. И центр тяжести свой чувствуете, переносите. И три. И ручками поднимайся, поднимайся. Четыре. Хорошо. Ручки в стороны. Вот. Зажались и стоим. Выше пяточку поднимаем. Скажи, ладно, ножку. Не заваливай, не заваливай. Не заваливай. Поднимайся. Переноси вес тела на переднюю ножку. Все, и ты стоишь. Все зажалось. Все. Стоишь. Ну и попробуй на другую ножку. И раз. И стоим колено вверх. Не заваливайся. Все. Молодцы, девочки. Спасибо. Вопросы? Я пыталась на Матышах применить, да. А они, да, да. Они еще, в силу того, что они не понимают, что я от них еще пока требую, они... Мы делаем простые урожники. Ну, да. Другие методики были, ну там, как бы... Когда я занималась, там не требовались пяти лет, чтобы она уже стояла. Вот девочка ей пять лет посередине стоит, в равновесии. А где так сейчас? Все понятно, интересное упражнение. Показывала, вот. Я стояла. Держали. Держали. С большим, да, да. Там, если просто поднимать... Интересный элемент. Даже такой малыши сделать не могу, да? Вы с малышами не могли. Простите. Пыталась делать с малышами. Просто мы делаем релеве на двух ножках. Релеве на одной ножке. Приседаем ножки. Пяточки поднимаем. То есть без предметов. Да, без предметов. Пока без предметов.